Прислушайтесь к нашим советам. Выбираем оборудование для пикника. Казан – это металлическая, обычно чугунная толстостенная емкость с полукруглым дном для приготовления различных блюд. Пламя нагревает не только дно, как у плоскодонной посуды, а все его стенки, обеспечивая более равномерный нагрев содержимого и позволяя существенно сберегать топливо. Для народов Востока Казан – символ единения и гостеприимства. Хашлама, басма, шурпа, лагман, чахагбили, азухар, чочак-чак и, конечно, плов. В сочетании со словом «казан» эти восточные названия рождают ассоциации с многолюдными, сердечными празднованиями на свежем воздухе. Казан – незаменимый инструмент для радушных и хлебосольных хозяев. Очаг для казана прост. Это печи с камней с отверстием сверху, куда казан погружается по самую крышку. В современных печах к достоинствам традиционного очага добавлена мобильность. Не нужно выделять на участке специальное место для строительства стационарного очага. Печь можно установить там, где удобно в данный момент. Кроме того, стало легче контролировать температуру в топке, благодаря встроенному термометру и механизму регулировки тяги. Тем, кто не хочет связываться с дровами для печи, рекомендован еще более современный способ готовки в казане – газовые горелки. Благодаря компактности, мобильности и простоте использования, популярность газовых горелок растет не по дням, а по часам. Можно подобрать горелку под любые условия использования. Для работы от газового баллона или от сети природного газа. Под различные виды газовых редукторов. Различные мощности. Кроме готовки в казане, горелки могут использоваться для коптильни, автоклава для домашнего консервирования, а также для вока. Вок – это круглая глубокая сковородка с выпуклым дном. Освоив ВОК, вы добавите в свой арсенал огромное количество блюд южнокитайской кухни и внесете разнообразие в ваши выезды на природу, семейные посиделки в саду или шумные встречи с друзьями на даче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...